Приветствую друзья! Почти полностью оторванная от развития промышленных станков, эволюция небольших высокоточных токарных станков для чайников имела несколько интересных поворотов, включая этот швейцарский универсал. Эта конструкция была представлена в 1700-х годах изобретательным часовщиком Ваушером, работавшим в швейцарском городе Флерье, который в то время был центром торговли. Представленный образец типичен для своего типа. Его бабка и станины, обе довольно короткие и тонкие, вырезаны из одного куска бронзового сплава. Также характерной особенностью было то, что шпиндель опирался на один подшипник спереди и на закаленный центр сзади. Это простое, но эффективное устройство отражало современную практику малых токарных станков в большей части 1800-х годов. Чтобы сделать станок как можно более компактным и освободить его от сложностей, связанных с отдельным и сложным контрвалом с тросовым приводом, токарный станок был оснащен встроенной системой привода, где шпиндель вращался рукояткой с ручным приводом, работающей через спиральные шестерни с повышенным передаточным соотношением. Однако в каждом случае приводная шестерня крепилась болтами и могла быть снята при необходимости. В комплект поставки часто входила альтернативная ременная система или она могла быть добавлена владельцем впоследствии. Однако были найдены и примеры более сложной конструкции, частично из бронзы, частично из стали, с аккуратным ручным приводом из круглого троса, который поворачивался на 90 градусов. Чтобы обернуться вокруг шкива на центральной линии шпинделя. Шкив затем выступал в качестве захвата для вращения шпинделя через приводную собачку. Существуют и другие версии с приводом от шестерни, вырезанной на периферии колеса, вращаемого вручную, и с приводом от обода торцевой плиты, вращающейся вокруг веревочного привода. Хотя в последнем случае потребовалось бы использовать отдельный контрвал и связанные с ним сложности привода и монтажа. Еще одной существенной особенностью токарного станка было наличие приличного составного суппорта, который позволял оператору точно контролировать режущий инструмент. Во многих случаях эти токарные станки имели три суппорта, как например более поздние американские токарные станки Дербшар. Однако в швейцарских токарных станках это приспособление было не ползуном, а очень умным средством регулировки высоты инструмента. Действие клина зависело от двух пар противоположных клиньев, которые при перемещении друг к другу поднимали инструмент, а при перемещении от себя опускали его. При этом необходимо было сначала ослабить верхний заживной винт. Клини сдвигались двумя круглыми стержнями, толкаемыми пластиной под действием винта, внутренняя скрытая часть которых была образована кленовыми поверхностями, разумеется, обращенными в противоположные стороны. Как это было принято в то время, был также предусмотрен ручной Т-образный упор, установленный на отдельном регулируемом ложе. Лицевая пластина, которую иногда называют оправкой, была того же типа, который и по сей день используется в токарных станках для часовщиков. В трех радиальных пазах каждого из них находился разъемный зажим с винтом с мелким шагом для точной регулировки. А в центре некоторых экземпляров находился так называемый насосный центр, в котором заготовка с проделанным в ней отверстием могла быть точно отцентрирована с помощью заостренного конца подпружиненного стержня. Хотя на момент своего появления швейцарский универсальный станок был совершенно новой концепцией и по своему назначению очень полезной машиной, его серьезными недостатками были относительно низкая скорость, что является значительным препятствием при обработке малых диаметров. Неспособность удерживать большие заготовки по внешнему диаметру и недостаточная жесткость станины. По всем этим параметрам он в конечном итоге должен был устареть, благодаря ряду значительных и тесно пересекающихся разработок. Первое усовершенствование началось в 1857 году с изобретением Чарльза Мозли небольшого токарного станка со шпинделем с полой бабкой, который мог принимать разъемные патроны или цанги, как они известны сейчас. Станок, который был непосредственным предшественником современных женевских токарных станков. В 1862 году появилась высокоскоростная бабка со шпинделем из закаленной стали, работающим в подшипниках из стали со стеклянным твердым покрытием и притиркой. В 1888 году на свет появился тяжелый токарный станок для часовых мастеров под названием Webster и Whitcomb с высотой центра 50 мм. Шпиндель и подшипники, изготовленные из лучших сортов закаленной, шлифованной и притертой стали и способные надежно работать на высоких скоростях в течение многих лет подряд. Закрытые цанги и жесткая, абсолютная, точная станина со скошенными краями, обеспечивающие точное выравнивание бабки, суппорта и задней бабки. Этот эпохальный токарный станок, наконец, отвечал всем потребностям любого мастера, занимающегося изготовлением или ремонтом часов и инструментов. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.